Всем добрый день! Ко мне пришла вот такая посылка с Ахерба. Она, правда, небольшая, но товара там предостаточно. Давайте посмотрим, быстрее распакуем, и я вас познакомлю с товарами с этого сайта. Кстати, промокод, мой промокод будет под видео указан. Пользуйтесь, постоянная скидка 5-10% на усмотрение Ахерба. Давайте я сейчас выложу всё на стол и будем смотреть более подробно. Итак, что же мне тут пришло? Заказывала я вот такую баночку. Это кошачий кохот. Думаю, вы многие слышали про него. Заказываю в первый раз. Я помню, первый-первый раз услышала ещё где-то в 90-х годах. Даже прописывали врачи. И я помню, моему одному знакомому прописывали врачи. Ещё как раз тогда уже начались вот эти платные клиники. И прописывали вот именно кошачий кохот. Но в то время ещё как-то это всё было дефицитно. Не во всех аптеках ещё и можно было купить. Конечно же, я про него слышала очень давно. И вот наконец-то решила я его заказать. Взяла я самую минимальную дозировку. Так, указана здесь дозировка. Вот, 175... Сейчас сфокусируется камера. 175 миллиграмм. Есть, конечно, и побольше дозировка. Но взяла, начну с самой маленькой. Вот. Но, если у вас нет аутоиммунных заболеваний, то в качестве поддержки иммунитета, это классное средство. Укрепляет, оздоравливает организм. Стимулирует иммунитет. Подавляет воспалительные процессы. Также нормализует печень, чтобы она лучше функционировала. Выводит из организма лишнюю жидкость. Ну, ещё можно перечислять очень много. Тут вот, видите, всё запечатано. Я не буду распаковывать. Должны они быть в капсулах. По-моему, здесь 60 капсул. Да, вот 60 капсул указано. Я думаю, месяца на 2 хватит. Пока я сейчас не буду начинать пить. Начну пить попозже. Сейчас я вот прохожу обследование. Поэтому пока пусть стоит в сторонке, ждёт своего часа. Я думаю, вы очень много можете хорошего и полезного прочитать про этот кошачий коготь, зайдя в интернет. Не будем на нём останавливаться. Очень классная вещь. Многим по отзывам помогает. Единственное, конечно, когда, если вы начнёте пить, могут быть обострения ваших хронических заболеваний. Этого не стоит пугаться. Ну и, конечно, учесть противопоказания. Если вдруг захотите заказать, то, конечно, поинтересуйтесь обязательно противопоказаниями. Ну, конечно, мой вам совет обратиться к врачу, если, конечно, вы хорошего врача найдёте. И действительно он вам посоветует. Лучше, конечно, не заниматься самолечением. Так, что ещё заказал? Смотрите, это Куэнзим Ку-10. Смотрите, большая такая баночка, хотя бы даже по сравнению с этой, да? Здесь 200 миллиграмм, 120 капсул. Купила родителям, а конкретно отцу. Ну, кстати, я не знаю, может, они вдвоём пропьют родители, я имею в виду. Хотя, Куэнзим Ку-10, конечно же, пить после 40 лет можно всем. Тоже, видите, тут. Не то, что можно, а нужно. Тоже, я думаю, вы слышали про его действия. Почему заказал отцу? Потому что он пьёт статины, а те, кто пьёт статины, рекомендуют обязательно пропивать Ку-10. Для сердца это очень хороший препарат. Это антиоксидант. Он необходим клеткам для хорошей работы. Конечно же, пенсионерам вообще его рекомендуют в обязательном порядке. Он придаёт энергию. Так, что ещё заказала? Здесь у нас, судя по всему, это кленовый сироп. Да, это он. Кончилась как раз у меня вчера моя баночка. И вот, ура, пришла новая. Заказываю постоянно небольшой объём. Хорошо он у меня помещается в холодильник. Здесь 473 мл. Хотя есть там объём в два раза больше. Но, соответственно, кувшинчик уже больше. Постоянно добавляю в кашу, можно в блинчики. За место сахара. Он ещё плюс и полезный. Заказала ещё вот такой препарат. Вам ещё раз напомню, все ссылочки будут под видео, на которое вы нажмёте и перейдёте на данный препарат. И можете внимательно почитать про него. Здесь можете, вот я вам показываю состав. Есть витамины группы В. Вообще, это при дефиците железа. Ведь коробочка помялась. При дефиците железа. Многие хвалят. Очень хорошее отзывание. Здесь 30 штук. 5 месяц. Хорошо усваивается железо. Потому что здесь всё сбалансировано. Все витамины. В группы. Потом цинк. Силен. Ну и так далее. Не буду сейчас всё это перечислять. Вы можете прочитать внимательно сами. Вот такие капсулы. Их долго не было в наличии. И вот, наконец, они появились. Там много различных препаратов. Здесь даже вот нарисовано на их брошюрке. Ну и, конечно, подробно здесь, но на нерусском языке. Кто учил английский, может всё прочитать. Так. И вот маленькие ещё пузырёчки. Давайте посмотрим, что здесь. Да. Вот смотрите. Это я заказывала йод. Здесь 30 мл. Очень удобный флакон. Стеклянный. Здесь пипетка. По капельке. Говорят, что надолго хватает. Даже на целый год. Ну, на одного человека я имею в виду. Если по капельке пить. Я не буду вам объяснять, для чего нужен йод. Думаю, и сами вы всё прекрасно знаете. А это уже Силен. Тоже вот такой пузырёчек. Только здесь синее стекло. И здесь побольше миллилитров. Здесь вот 30 мл. Видите? А здесь 60. Дозировка тоже указана на сайте. Ну, в принципе, смотря... Ну, я думаю, по одной капельке, если вы будете добавлять, ничего страшного не будет. Мне нравится, что это жидкая форма. Потому что это будет легко усваиваться. Как говорится, в воде растворил и выпил. Быстро, просто и легко. И вот такой пузырёчек с пипеточкой. Ну, и сегодня у меня по плану сварить бульон. Это домашняя курица. Готовлю бульон заранее. Сегодня никакой суп готовить не буду. Сварю один бульон. Потому что ещё вечером очень много планов. Первый бульон, конечно же, я всегда сливаю. Как только закипает, я его сливаю. Потом заливаю новой. Уже хорошей чистой водой. Не из-под крана, кстати, напишите, какой водой пользуетесь вы. Стоит ли дома у вас фильтр или вы покупаете воду. Я пока покупаю. Фильтра дома нет. Из-под крана никогда воду не пью. И даже в ней не варю. Ну, из исключения макарон. И сегодня на ужин приготовлю картофель. Картофельное пюре. Гуляш у меня есть в холодильнике. Так всё варится. И сейчас приступлю. Смотрите, сколько у меня помидор. Буду их перерабатывать. Делать пюре. При помощи вот такого блендера. И потом буду всё это дело замораживать на зиму. Вот такие пакеты. Это фрекингбок. Пакет слайдера. Они вот небольшие. Вот такие. Сейчас посмотрю. Может часть положу сюда. Такие маленькие пакетики. И есть у меня ещё побольше. Это вот такие. Вот такие. С замком. Трёхлитровые. Вот видите, они какие большие. Большие-большие. В сравнении с этими. Вот такие. Начну с маленьких. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну всё, последний пакетик, это четвёртый, получилось 4 маленьких пакетика. Не ставлю большой ложить. Всё, замораживаем и наш томат готов. Помыла голову, сейчас собираюсь к своему мастеру в парикмахерскую, пойду, приведу свою голову в порядок. Надо сделать стрижку, потом покраситься. Ну и потом в итоге покажусь вам, что из этого вышло. Всё, собираюсь, одеваюсь и отправляюсь в путь дорогу. Ну что, вернулась из парикмахерской, посмотрите, как меня подстрихли. Но в этот раз я её уже попросила сделать чуть-чуть другую стрижку. Слава Богу, мы друг друга поняли, понятливый парикмахер, мастер. Довольно-довольно, наверное, пока буду этого мастера и посещать. Посмотрите, как сзади. Надеюсь, видно. Вот, как я хотела. Вот, всё, довольна. Конечно, у неё выходит чуть-чуть подороже, но я не жалею. Главное, что стрижёт по-правильному. Потому что, ещё раз повторюсь, если кто меня смотрит сейчас первый раз, я уже своей рассказывала историю, как ходила по парикмахерским к специалистам, и все стригли, как говорится, как кто понял. Но, с другой стороны, даже не то, как кто понял по-своему, а просто непрофессионально стригли. То есть, не было деления на зоны. То есть, вот так вот, всё на глазок. Позвонил телефон, пришлось отвлечься. Все стригли на глазок. А этот мастер, по крайней мере, делит на зоны, как положено. Вот это мне, конечно, радует. Потому что, когда ты делишь на зоны, получается всё ровненько. Так что, я довольна. Вот. Ну, всё. Вот такие новости. Вот такая стрижка. Я считаю, всё-таки новая. И даже не в том плане новая. Потому что, я ей сказала, говорю, когда отрастают уже волосы, они как-то более похожи на коре. Но принцип коре мне не хотелось. Ну, конечно, она мне там кое-что начала объяснять своё. Что, ну, а как по-другому? Тогда же я ей объяснила, что вот здесь вот сзади, по типу, как на ножки я хочу сделать. Ну, и тогда вроде мы друг друга поняли. Стрижку она сделала. И, по крайней мере, вот то, что я хотела до этого, да, вот, может, не могла я правильно объяснить. В этот раз всё сложилось. И я этому очень рада. Всё, берусь за дела, пришла домой. Надо браться за дела домашние. Дела ещё никто не отменял по дому. Полинка уехала сейчас в музыкальную. Вот. А завтра мы планируем ехать в день города в Туле. Надеюсь, что мы туда доберёмся. У меня уже вторая стирка. Первая была эта кофта. А теперь вот всё, такое вот белое полотенце, стираю. А сейчас планирую помыть окна. Пока ставит погода хорошая, обещают, что в скором времени погода испортится. Так что надо спешить. И приступим сейчас к мытью окна. Конечно же, надо освободить подоконник, чтобы нам ничего не мешало. Всё убираем. Всю технику со столов. Чтобы была полная свобода действий. Сначала, конечно, мою. Мокрой тряпкой. Пыль и грязь снимаю. Но потом уже приступаю к непосредственному мытью стёкол. Дорогие мои, хотела опять с вами проконсультироваться, чтобы вы мне, может, помогли вот в таком вопросе. Хочу спросить вашего совета. Как-то я говорила, это уже было в начале лета, у меня порвались жалюзи. Вот-вот в этом, слева, на этой половинке окна, на этом стекле, верёвка от этих жалюзи порвалась. И вот сколько спрашиваю во всех магазинах, там, где их продают эти жалюзи, комплектующие. Никто не привозит. Или, я так думаю, наверное, не хотят с этим делом заморачиваться. И вот теперь, думаю, это придётся, наверное, менять все шторы, все жалюзи. Вот, хотела с вами посоветоваться. Может быть, вы мне дадите совет, какие шторы лучше иметь на кухне. У меня как горизонтальные, может, вы видели, горизонтальные жалюзи. В принципе, всегда я им была довольна. Вот, до сегодняшнего момента, пока не порвалась верёвка, что я всегда и боялась. Вот. И теперь вот думаю, либо что-то купить попроще, либо, может, наоборот, купить, может, типа, тюли, что-то такое. И вот, не могу пока придумать или рулонные шторы. Вот, посоветуйте, как на ваш взгляд, что лучше, что проще. Рулонные шторы, принцип тот же самый, что и в этих жалюзиах. Поэтому, как-то вот этот вариант. Ой, сложный очень выбор. Даже не знаю, на чём остановиться. Ну, всё равно, посоветуйте. Обязательно к вам прислушиваюсь. Подумаю, потому что что-то надо решать. Уже зима не за горами, темнеть будет рано. Всё лето, конечно, я прожила. Два окна закрывала, одно было открытое. Но мне уже это, конечно, дело не нравится. Надо искать быстрее выход из этого положения. Ну, всё, домываю окна. Очень неудобно мне ещё мыть. Знаете, почему? У меня стоит АГВ, вот где я сейчас стою, посередине. И вот препятствие. Не могу дотянуться из-за этого АГВ. Конечно, мешает очень сильно. Ну, ничего, как-то, как-то промываю, протираю. Главное, снять пыль, грязь. Ну, всё, окна помыла. Здесь тоже в зале помыла. И смотрите, что я здесь организовала. Вот такой уголок осенний. Как вы видите, это все товары из фикс прайса. И недавняя моя покупка, я вам показывала вот этот ящичек. вот такая там надпись. А вот эти листики я покупала, но не стала вам показывать, потому что я больше ничего не купила в фикс прайсе, кроме этих листиков. Вот. Вот сейчас вам показываю. Это вот такой наборчик из листиков осенних. Вот. Стоил он 77 рублей, там 50 штук. Вот так это выглядит в интерьере. Так что, у меня здесь осеннее настроение. Золотая осень. Ну, да. Все товары из фикс прайс. Всё, что в ящичке. И здесь. Это, кстати, на фотографии мы с Полинкой. Ей здесь, по-моему, полгода. Совсем маленькая. Посмотрите, какая она была. Совсем крошка. Ну, вот. На такой уютной ноте я с вами попрощаюсь. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok